В конце 80-х Саид одним из первых в советской журналистике рассказал о трагическом эпизоде 1944 года, когда во время депортации были заживо сожжены жители аула Хайбах. Ему удалось найти свидетелей тех страшных событий. Постепенно я вышел на человека через моего главного редактора и моего друга Руслана Сагаева. Мы вышли на человека непосредственно участника, очевидца этих событий, Зеудин Мальсагов. Он в то время был замнаркома юстиции, членом Гушетти, второй молодой человек, но вот такую должность он занимал. И вся эта трагедия произошла на его глазах. И это не просто что-то сочинение или чей-то бред воспаленного мозга. Он был очевидец, он в сознании был. И после этого он на партийной хозяйственной деятельности проработал более 40 лет. И все время, пока эта история не стала достоянием общественности, он писал письма. Сначала Крущеву, потом Брежневу, чтобы эту историю придали огласке. Мальсагов, который я, которого застал, с кем мы общались, он говорит, на моих глазах, вот по моей памяти больше 600 человек было 100%, 650, 620, 630 человек загнали в эту конюшню. Потом ее стали обкладывать сеном. После этого мне говорят, что хотят, чтобы эти люди там был очень... Мороз был 27 февраля. В горах тем более холодно, и чтобы они не замерзли, обкладываем сеном. Полковник Гешуяне приказал, поджигайте. После этого сарай загорелся. Это не сарай был, это была огромная конюшня с колхоза имени Берия. А сожгли их, потому что не могли вывезти, не было транспорта? Они были немножко инфицированы, вот в горах был ТИФ. Они были немножко инфицированы, и дороги не позволяли автомобильному транспорту туда подняться и спустить их. Они не стали заморачиваться, надо было предстали оправдаться, что за 2-3 дня вся депортация закончена. А это требовало времени. Там то, что один был волнующий момент. Я привел историю, которую мне рассказал сам Зеведен Мальсагов. Был русский солдат, который с одной маленькой девочкой, которая вот в этом хаосе потеряла свою мать. И он с ней носился, у него была температура, и другие НКВДшики ему говорили, пусти в расход, потому что это было такое военное время, тяжелое. И он с ней носился, носился, где-то через часа 2-3 она закричала, мама, мама. Она была от горячки своей, без памяти, увидев платье своей мамы, она ее узнала. И когда они встретились, и дочка обняла свою мать, та плачет, и эта плачет. И солдат заплакал, этот русский парнишка, военнослужащий, видимо, молодой парень был, чувствительный. То есть такие эпизоды, они немножко нивелировали вот эту мысль о том, что там кто-то кого-то сжег по национальным признакам. Какова была реакция читателя, в то время советского читателя? Вы знаете, советский читатель, в отличие от нынешнего читателя, был более так интернационально настроен. Никакой злобой. Из Грузии писали, из России, из Санкт-Петербурга. Ко мне приходили письма даже из Камчатки, из Сахалина. Обычные простые русские люди писали сочувственные письма. Вот у нас тоже жертвы Сталин нас в том числе выслал, настолько то людей погибло. Мы понимаем вашу боль, боль чеченского, ингушского народов. Простите нас, как будто бы они в чем-то виноваты.